Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители синтезаторов! Сегодня мы с вами продолжаем серию домашних обзоров возможности инструмента Chord PA5X и в сегодняшнем видео я предлагаю вам поговорить о вот этой функции Chord Sequence последовательность аккордов, рассмотреть все, что с ней связано и посмотреть, возможно, есть какие-то ограничения, которые накладываются в данный момент на эту функцию В общем, давайте попробуем разбираться Итак, что такое аккордовая последовательность? Ну, это последовательность аккордов, понятно, как бы, да? Запрограммированная либо с завода, либо мы можем запрограммировать свою последовательность Опять же, я покажу, как это делается И мы можем включить ее на воспроизведение, она будет зациклена Опять же, покажу, во время воспроизведения вашего стиля И если вы, как бы, включили эту последовательность то, в принципе, от вашей руки левой ничего не зависит То есть вы можете нажимать любые аккорды, но Chord будет воспроизведить именно ту запрограммированную, включенную аккордовую последовательность И это значит, что ваша левая рука, она освобождается от... для каких-то других действий Ну, каких действий, да? То есть какие вообще сценарии применения вот этой функции могут быть? Ну, давайте так коротко, да? Ну, либо мы изучаем музыку, да, то есть мы, как бы, на этапе изучения И нам тяжело синхронизировать левую и правую руку Мы хотим сыграть наше любимое произведение Так мы запрограммируем нашу аккордовую последовательность левой руки, как бы, заранее Освободим правую руку, ну, и будем, как бы, пилить нашу правую руку, пока оно... Хорошо не станет звучать Так что, как бы, я редко так делаю, но если нужно, то, как бы, можно такое делать Второй момент, это если мы уже, скажем так, опытные, более опытные музыканты Нам нужно играть, ну, какое-то, допустим, быстрое произведение И мы... не то, чтобы нам была проблема синхронизировать левую руку Но мы просто не успеваем брать там аккорды Просто потому, что нужно какие-то функции включать во время игры и так далее То есть тогда тоже можно заранее запрограммировать эту последовательность Освободить левую руку и играть, так сказать, правой рукой, левой брать какие-то функции включать Ну, в общем, всякое такое Дальше Сказать, что я часто пользовался этой функцией, не могу Но, в принципе, как бы, такая функция есть, она довольно удобная Я могу, как бы, себе представить, что люди будут довольно часто ее использовать Дальше Ну, маленькое такое лирическое еще отступление, последнее, наверное, для тех, кто переходит с Ямахи, да В Ямахе, в принципе, нет такой функции То есть есть только в SX900, Genos 1 и Genos 2 Называется Cord Looper Ну, я снимал уже обзор у себя на канале, на Genos, да, про Cord Looper Концептуально очень похожая функция Единственное, что она реализована несколько по-другому Ну, вот это то, что у нас есть именно в корке Поэтому мы вернемся к нему и будем, как бы, начиная с этой минуты, обозревать только его, как бы, в этом видео Ну, поехали так Во-первых, у нас есть функция, то есть кнопочка Sequence, она беленькая Сейчас разберем, почему она беленькая У нас есть здесь 8 виртуальных кнопок на экране Нажимаем шестую из них, попадаем Называется Accords, то есть аккорды, да И здесь мы видим, оно выглядит так по умолчанию Сейчас посмотрим, почему Когда вот эта кнопочка белая Это значит, что у нас аккордовая последовательность доступна Она запрограммирована в стиле, но она не активирована И это значит, что если мы сейчас начнем играть, то мы будем обычно играть нашими аккордами И мы должны будем сами, как бы, брать эти аккорды Ну, это понятно Дальше Вы можете спросить, а как, в общем, может быть такое, что она не будет активирована Ну, как бы, не будет доступна, если все стили заводские Так давайте загрузим какой-то очень старый стиль, там, с какой-нибудь, не знаю, по 80 у меня есть Вот, давайте сейчас покажу вам Вот, по-моему, он находится в Drives Да, вот, из всяких стилей, старые Такие стили, видите, там даже нету трех интро В общем, старый стиль, не важно Так вот, обратите внимание, здесь она не прописана И поэтому здесь она недоступна, просто, ну, выключена Дальше Возвращаемся в наш Future Pop стиль Возвращаемся сюда Вот она, белая Нажимаем на нее, на эту кнопочку Обратите внимание, начала мигать, здесь появилась аккордовая последовательность Того же самого эффекта можно достичь, если нажать на вот эту кнопку То же самое, то есть, ну, виртуальную кнопку, да, здесь, видите, здесь Start Sequence То же самое Что значит мигающая? Мигающая, это значит, что она загружена в память Если мы сейчас начнем играть, то она будет воспроизводиться И когда она начнет воспроизводиться, она уже перестанет мигать, она будет просто желтая Теперь давайте так Давайте, прежде чем дальше мы будем продолжать Потому что сейчас мы будем играть уже на инструменте Я включу все это дело на запись Аудиозапись Опять же, для последующего монтажа Все включили И поехали Итак Обратите внимание, здесь Вот эта вот аккордовая последовательность, она прописана в до миноре То есть до минор, соль минор FM7, то есть это септаккорд минорный, ну и так далее Длина 8 тактов Вот здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, до 8 Вот эти вот наклонные черточки, они означают доли У нас размер здесь 4 четверти, вот в этом фьючерпоп Поэтому Вот они 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Дальше Начинаем играть Вот я начну играть Первая вариация нас включена Я могу взять, в принципе, любой аккорд Ну, просто, чтобы сказать ему Начинай играть, да и, в принципе, могу просто так нажать даже Видите, тут он показывает аккорды Здесь они тоже меняются, показываются И сейчас будет зациклено все, смотрите Видите, заново пошло Ну и так далее Итак, ну, вы можете сказать сразу Окей, а если у меня произведение не в до миноре, что мне делать? И вот тут вот такое ограничение, которое я, честно говоря, не понял, почему корт тоже так сделал Но Вот эта вот аккордовая последовательность Здесь заранее как бы заложена какая-то тональность И она с одной стороны, да То есть мы эту аккордовую последовательность можем использовать только для того, чтобы играть в до миноре Ну, например, давайте я возьму кунтере минор сейчас А он все равно будет играть в до миноре Смотрите, включу эту аккордовую последовательность Я покажу правую руку У меня здесь как бы транспозер не задействован Сейчас мы о нем тоже поговорим Вот я нажимаю, например, ну, не знаю Ну, ми минор, например Видите, а он все в до миноре работает То есть я специально правой рукой играл Для того, чтобы вы видели, что я играю именно в до миноре Поэтому неважно ему в какой тональности мы играем Вот это будет от до минор Теперь я ее активирую Теперь я нажимаю транспозицию То есть, ну, транспозер, я думаю, что все знают, что это такое Это просто как бы сдвигает весь строй Здесь на полтона вверх или полтона вниз, соответственно Вот когда я нажимаю транспозер Обратите внимание, оно все автоматически переезжает Как бы, ну, в данной ситуации в до диэс минор В ре минор То есть все съехало, да? Но мы игра, ну, как бы, съехала эта правая рука тоже И поэтому не очень понятно, как бы, как этим пользоваться То есть, ну, да, если у нас есть, например, мы хотим просто показывать эту аккордовую последовательность Выводить ее для, ну, каких-то там, допустим, гитариста Который будет смотреть, да, и играть по ней Ну, это да, понятно Но было бы здорово, вот, как идея, да, Коргу То есть, я говорю, что будут какие-то, ну, критика какая-то Или, скажем так, какая-то Ну, даже не надо сказать То есть, или идеи какие-то для последующего улучшения, скажем так, да То есть, сказать, задать здесь Коргу возможность именно транспонировать саму аккордовую последовательность Возможно, через меню как-то или что-то такое Ну, в данной ситуации этого нет Я сбрасываю транспозицию, как бы, в ноль Но в данной ситуации вот это то, что мы имеем То есть, заранее нужно определять тональность Если бы эта аккордовая последовательность, она хранилась, как бы, просто так Она может храниться просто так, как отдельный файл Сейчас мы посмотрим, как это делается Ну, тогда понятно, да Но она хранится как часть стиля здесь И поэтому стиль, как бы, общий И ограничение такое, что именно будет до минор Ну, странно мне это, честно говоря В общем, вот такая вот ситуация Поэтому Ну, так, имеем то, что имеем, так сказать И, как бы, я не могу в данной версии операционной системы ничего изменить по этому поводу Но мы можем запрограммировать какую-то свою аккордовую последовательность Вот давайте посмотрим, как это делается Давайте я сейчас нажму на рекорд Здесь, да, кнопка рекорд есть Обратите внимание, оно замигало здесь красным Включая синхро старт Ну, он, как бы, и был включен Лучше играть, я так понимаю, синхро стартом Для того, чтобы синхронизировать И давайте запишем, ну, я не знаю, в ля-миноре, да, чтобы проще было нам Давайте возьмем Она умеет кушать, как бы, любые аккорды Здесь не так важно Сейчас возьмем какие-нибудь посложнее аккорды тоже Давайте Тоже запишем, допустим, восемь тактов каких-то Записали Включаем Почему-то здесь ми-минор Не знаю, почему он тут высветился Тоже видно Глюп, потому что остался, как бы, от прошлого взятого аккорда Они его не должны были записывать Ну, не важно Вот это у меня аккордовая последовательная записана Давайте пробуем ее сохранить И как ее можно сохранить Я нажимаю здесь вот В меню контекстное И здесь такой Save Chord Sequence Вот обратите внимание Куда он его предлагает сохранить Ну, он его предлагает обозвать этот файл, да Source тут всегда Chord Clip Это, типа, как такой клип в памяти, да То есть, как бы, ну Они вот так его записали И здесь можно его Обозвать его как-то Ну, допустим Pop Sequence 1 Sequence 1 Нажимаем на ОК И вот он говорит Сохранить его в User User 1 То есть, он не предлагает его сохранить в стиле А предлагает его сохранить как отдельный файл Сейчас объясню, почему Давайте пока сохраним его так Save И, допустим, загрузим какой-то другой стиль Давайте выйдем отсюда Загрузим его в другой стиль как-то Ну, например, я не знаю, 16 битпоп тоже Возьмем, чтобы 4 четверти было Загружаем В нем уже, как бы, своя аккордовая последовательность Может идти, да Давайте сейчас зайдем сюда Chords Она так и называется 16 битпоп Но мы можем нажать на нее И загрузить любую Вот это заводские аккордовые последовательности А мы сейчас зайдем в User нашу И вот наш Pop Sequence 1 Мы можем ее загрузить И, если мы будем сейчас играть Давайте сейчас ее активизируем Активируем, то есть Вот обратите внимание Вот она та же и есть Опять же, ну, то, что я говорил Она умеет кушать, как бы, любые аккорды Которые воспринимаются в коргам Вот тут вот аккорды, как бы, с басом, да, другим Сас-аккорды Ну, любые, в общем, любые Он умеет кушать, как бы, с этим нет проблем Единственное, что Если где-то, допустим, ошибся человек То нужно ее записывать заново Потому что Нету возможности редактирования Этой аккордовой последовательности Тоже можно сказать Как бы отнести это в раздел лимитации Можно было, ну, дать какой-то редактор Как бы их Ну, в Ямахе тоже этого нету Опять же, это Как есть Дальше Значит, можем сейчас нажать Воспроизведение И он будет По вот этой аккордовой последовательности идти Ну и так далее Понятно Теперь вы можете спросить А почему, собственно, он не дал нам Возможность сохранить это Как часть стиля А это все потому, что Вот в этой версии корга Я уже как-то в одном видео показывал Это, например, киборд сетов Что в этой версии корга Стили Которые заводские Их нельзя модифицировать никак То есть, если мы сейчас возьмем Вот этот стиль И перепишем его Ну, любой, собственно, стиль Да, это не так важно Даже какой стиль Берем, переписываем Давайте сейчас зайдем в Так вот, в окно выбора стилей Копи Стиль User Допустим, зайдем сюда В Категорию User Paste Вставить Вот мы его Сейчас Мы его не выбрали Только скопировали сейчас Вот я его выбрал Теперь вот здесь Обратите внимание User User 1 И вот теперь Если я Начну работать с аккордовой последовательностью Сейчас вам покажу Вот она И я хочу, допустим, записать какую-то свою Давайте сейчас попробуем записать что-нибудь свое Записываем Ну, поехали Что-то какая-то она такая грустная получилась Ну, не суть И теперь, если мы делаем ее Save Chord Sequence Вот здесь вот окошко уже Выглядит по-другому Мы можем либо в Библиотеку Сохранить Но это то же самое, что и раньше Либо в стиль И вот так ее можно менять Как стереть Уже существующую аккордовую последовательность Я, честно говоря, не нашел То есть, опять же Можно было каким-то образом задать Возможность Стереть существующую аккордовую последовательность Но, с другой стороны, не то, чтобы она сильно мешала Вот все, что связано, в принципе, с этими аккордовыми последовательностями Что я хотел бы показать Это та функциональность, которая доступна на сегодняшний момент Единственное, вот еще что, наверное, что я вам не показал Сейчас, секунду Сейчас нажму сюда Можно включать вот это вот Ну, по аналогии как бы с другими функциями И на полный экран это все дело разворачивать Также можно здесь есть такой замочек И можно как бы блокировать эту последовательность Для того, чтобы при загрузке другого стиля Осталась та же самая аккордовая последовательность Загружена в память Вот это, наверное, все функции Которые связаны с аккордовой последовательностью Которые есть именно в этой версии операционной системы Опять же, напоминаю 1.2.1 На сегодняшний день Все, я надеюсь, что вам было это видео интересно Я надеюсь, что вы узнали для себя что-то новое Увидели как бы некоторые ограничения Увидели способы применения этой функции И надеюсь, вам было это интересно Опять же, до встречи в следующих видео Я буду очень рад Пишите, оставляйте комментарии Всего хорошего Хорошей недели И счастливого творчества Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok